Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Сегодня с нами выступает замечательный тромбонист. Его зовут Вадим Ахмед Гореев. Дело в том, что именно этот человек и начинал со мной вместе ансамбль «Арсенал». Вообще официально «Арсенал» возник в 1973 году. По-моему, это было 18 ноября, когда мы впервые придумали название. Мы в то время сидели в глухом подходе. Нас запрещали, поскольку мы до этого начали уже исполнять оперу «Jesus Christ Superstar», что в советские времена было идеологическим преступлением. Мы пропагандировали Иисуса Христа. Причем это в те годы было по всему миру. Вообще эта опера сыграла колоссальную роль в привлечении нового поколения молодых людей, которые уже, в общем, перестали верить. И не только в Советском Союзе. В Советском Союзе вообще никто ни во что не верил, потому что запрещалось. На Западе уже вера исчезла. И вот эта опера всколыхнула интерес вообще к духовным всяким учениям. И не только к христианству. Тут за этим пошло увлечение и индийскими разными, и японскими, и буддизмом, и всякими эзотерическими знаниями. А в Советском Союзе это было признано просто идеологической диверсией, поскольку религия сразу разрушала все большевистские вообще постулаты. Потому что было с самого начала сказано, что религия опиум для народа. Так вот, Вадим Ахмедгареев тогда присоединился ко мне, даже еще это было в 1972 году, когда он начал впервые. Я набрал тогда среди хиппи молодых и профессионалов. Вадим учился тогда в консерватории. Вся духовая группа пришла ко мне из консерватории, поскольку надо было читать ноты. Я расписал все по нотам, а все певцы были молодые московские хиппари, которых тоже преследовали, поскольку в то время, сейчас трудно поверить, но когда человек появлялся с глинными волосами, его могли просто забрать, отвезти в воде и не милиции, а дальше уже зависело от того, как он себя там будет вести. Стоило ему что-нибудь вякнуть, и он тут же куда-то отправлялся далеко. А если он скромно молчал, то сообщали по месту жительства, по месту учебы, и там тоже решали, что с ним делать. Вот такая была история. Она страшная была и романтичная. Вот в этих условиях и возник арсенал. И вот в то время как раз одним из героев был Вадим Ахмед Гореев. Кстати говоря, когда там узнали в консерватории о том, что они играют в каком-то запрещенном коллективе, их вызвали в деканат и сказали, что если нам еще раз скажут, что вы играете в этом коллективе, мы вас просто отчислим. А в то время консерватория московская, это было заведение, очень серьезно. И тем не менее, вот они ко мне подошли на одну из подпольных репетиций и сказали, что нам делать. Я говорю, давайте, держитесь. Ну и там, в общем, история развивалась таким странным путем. Дело в том, что в то время я официально работал советским ученым. Я занимался созданием методологии в теории советского дизайна. И овладел этой марксистской риторикой как профессионал. И я прямо после того, как вот они ко мне подошли, я пошел в консерваторию. Пришел в паркбюро и сказал, друзья мои, вы совершаете страшную идеологическую ошибку. Если вот вы сейчас их выгоните из консерватории, то пойдет такой слух вообще по всей стране. Потому что в то время профессионал знали везде, хотя мы нигде не выступали. Но слух, это вот легендарность. Он прошел, я говорю, вы знаете, что вы навредите идеологии нашей советской гораздо больше. Лучше давайте мы сделаем так. Мы будем репетировать и играть, и пропагандировать. Сначала западную музыку, а затем уже перейдем к своей. И это будет правильный путь. И я с марксистской точки зрения оказался прав. Вот они подумали, посоветовались где-то еще. И их не выгнали. И более того, арсенал продолжал уже после этого. Даже нас приняли на работу в Калининградской областной филармонии. И мы продолжали ездить по Советскому Союзу вот с этой оперой. И ничего не произошло. Советская власть не рухнула. Наоборот. У нас появились поклонники, которым мы впоследствии вместо оперы или фирменных пьес подсунули уже свою собственную музыку. И это сработает. Ну вот такая вот маленькая история. Но вот человек, который сегодня будет работать, он был для того времени просто герой. Он не боялся, что его выгнали в консерватории. Его зовут Вадим Ахмед Горей. Мы начнем сегодняшнюю программу с баллады, которую написал Барри Майлз. Такой есть композитор, который сначала был авангардистом, а потом вдруг начал писать очень красивую музыку и переключался на джаз-рок фьюжн. И вот баллада, которую вы сейчас услышите, называется «Антил». Можно перевести это английское слово как «До тех пор, пока». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА